На часах 11 вечера, а на источнике казанской иконы Божьей Матери уже собралось много тех, кто решил стать частью этого праздника и встретить его по всем христианским канонам. Старшее поколение, молодые девушки и юноши, а также маленькие дети на праздник приходили целыми семьями. Ближе к полуночи верующие собрались возле часовни на совместный праздничный молебен. После этого настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости Протеирей Виталий совершил главный обряд праздника – освящение воды. После Протеирей Виталий окропил святой водой прихожан и поздравил с крещением Господним. Доброго здравия, благословения вашим семьям, всем родным и близким, освящения ваших жилищ, отгнания всякого зла из жизни, из души и сердца и всего самого доброго. Считается, что в этот день вода во всех водоёмах становится целебной, избавляет от всех недугов и болезней. Поэтому, чтобы быть здоровым и счастливым весь предстоящий год, а также просто набраться сил, многие люди окунаются в купели и проруби. Гости и жители Десногорска – не исключение. Первым, кто ощутил на себе благодать целебного купания, были мужчины. Ближе к полуночи желающих испытать свою силу духа становилось всё больше. Для многих этот обряд – регулярная и ежегодная традиция. Помимо очереди к купели, нескончаемый поток желающих выстраивался и к источникам, чтобы набрать крещенской воды. Также возле часовни был накрыт стол с горячим чаем и различными угощениями, чтобы люди смогли согреться и подкрепиться после купания и долгого пребывания на улице.